Да, кальций в молоке много, но его всегда не хватит, если человек будет потреблять молоко и молочные продукты именно потому, что весь этот кальций, как щелочной металл, как щелочной элемент, уйдет на реакцию восстановления, то есть гашения излишней кислотности, которая возникла в результате потребления белка козина, который находится в том же молоке. Организм мудрый, он сразу возьмет из того же продукта, но этого кальция не хватит в 3-4 раза, и поэтому остальные щелочные металлы, это может быть и натрий, магний, возьмутся из организма или из пищи, если человек, дай бог, что-то еще съел, что содержит эти элементы. Но современный человек мало ест живой растительной пищи, а в основном вареной, жареной или вот молочной и животной продукции, к сожалению. Молоко пить полезно маленькому человеку, то есть ребеночку, который пьет молоко своей матери, это естественно, природно, потому что первое молоко, молозиво, вот это колострум, это вообще запускает иммунитет, там вообще низкомолекулярные белки, иммун, глобулина, альбумин, они казиновые, тяжелые. Это запуск иммунитета, запуск всей будущей физиологии, перестройка обменных процессов, да, гормональных и так далее. Это очень важно, это энергия, это информация и строительный материал. Но когда маленький ребеночек уже перестает пить молоко естественным путем, для него молоко, даже матери его становится уже неестественно, а тем более молоко других видов животных для человека вовсе неестественно. Конечно, этим можно навредить, да еще как. Огромное количество болезней у человечества современного именно появилось тогда, когда человек ввел и стал вводить, особенно в больших количествах, молоко. Так, например, в Японии до 60-х годов, там молоко вообще не потребляли. Но как японцы стали переезжать в Америку и так далее, стали вести образ жизни и питание тот европейский, именно потребляя молоко у них стали появляться те же проблемы, которых раньше практически не было, начиная от толстого пороза до сахарного диабета первого типа. Когда говорят, вот медикам среди диетологов, медики говорят про вред молока, они всего лишь, как правило, имеют в виду только вот ту самую пресловутую лактозу, то есть тот самый дисахарид, молочный сахар, который содержится в молоке. И говорят, потому что есть у некоторых людей непереносимость молока, имея в виду как раз лактозу, что нет фермента лактаза или его мало, недостаточно. И тогда у некоторых людей дисбактериоз, понос и так далее. То есть такое примитивное понимание проблемы. Это не проблема, это разве проблема, проблема в другом. Что дисахарид лактоза состоит при, когда он все-таки расщепляется на два моносахарида, простых сахара, глюкозу и галактозу, а это все равно происходит в той или иной степени, то проблема в другом. То есть глюкоза, она усвоится и никаких проблем не будет. А вот галактоза не только не усвоится, она никогда в жизни не выводится из организма. То есть практически, это возможно, но это очень сложно, этого добиться. И галактоза будет откладываться в виде целлюлита на бедрах, особенно у женщин, где нарушен и липидный обмен, и кровоток нарушен. На суставах артрита, артроза, тех самых бабушек, вспомните, любящих молоко, свое родное, экологически чистое, 50-40 лет назад, неважно, в деревне, вот такие скрюченные пальцы шишками, это как раз галактоза. Хрусталик, глаза, катаракта, это проблема именно с галактозой. И на то есть колоссальное количество научных данных работ, начиная с 50-60-х годов, в ведущих журналах, мировых медикал и так далее. Это можно все внимательно посмотреть и изучить, кто будет интересоваться этим вопросом подробнее. В молоке холестерин, разумеется, содержится, потому что холестерин – это животный жир. Вот если молоко – это продукт животного происхождения, то жир, который там находится, называется холестерином. Это естественно, он там содержится. Но проблема не в том, сам холестерин на самом деле не так опасен, и вообще не опасен. Окисленный холестерин – вот это совсем другое дело. Как природа предусмотрела, как теленок, ягненок, зайчонок, ребенок человеческий, как пьет молоко – сосет. Связи с кислородом нет, а жир растворяется, то есть окисляется на воздухе в 9 раз быстрее, чем в воде, и это моментально происходит. Когда доярка всего лишь вот дергает, как говорится, завыми, и струйка молока в бидон льется, уже происходит частичное окисление холестерина. То есть вот и тогда образуется гидропероксид липида – это молекулы. Тяжелые свободные радикалы – это мощные мутагены. А любые свободные радикалы, мутагены, в частности, тоже приводят к раку, естественно. Поэтому окисленный холестерин природа не предусмотрела потреблять вовсе. Если потребляет человек, ребенок, молоко естественным путем, он сосет, как природа предусмотрела, маленький ребенок сиську у мамы сосет. Но если пьет молоко, которое уже на воздухе, там, сто раз побывало, ну, понятно, в процессе производства и так далее, то это уже окисленный холестерин. Вот те самые молекулы гидропероксид липида, которые являются мощными мутагенами, которые приводят, конечно, тоже к раку. Это очень вредно. Если мы говорим о молоке коровы, скажем, да, и организме человека или ребенка, там, да, маленького или взрослого человека, то влияет очень серьезно, пагубно. Почему? Ну, во-первых, это действительно высокомолекулярный тяжелый белок, долгоиграющий, очень сложно, тяжело, долго разлагающийся в организме, перерабатывающий. То есть для него недостаточно только фермента пепсина, желудка и желудочного сока, кислой среды. Для него еще нужен специальный фермент ренин, который у телят, козлят, маленьких, да, когда они начинают пить мамино молоко, только рождаются, начинают пить, у них в желудках вырабатывается этот фермент ренин, синтезируется. И он, как ключ к замку, подходит к молоку именно своей матери. У козленка свой ренин, специфически у теленка свой, даже так. Они разбирают этот фермент, дополнительное участие в обменных процессах, разбирают белки козеина, до аминокислот, которые потом всасываются и в каждой клеточке организма теленка-козленка, строятся белки, нужные ему в данный момент времени, да, и эта природа уже знает, какие, как, нужные, когда. Вот, что же получает человек, когда он пьет молоко, например, коровы, козы, выпивая, в том числе, козин? Возникает несколько проблем. Во-первых, любой животный белок, любой вообще высокомолекулярный белок для организма, человека является антигеном, то есть аллергеном. Это значит, что если он, не разобравшись, пройдет через желудок, 12-перстную кишку и всосется вот в тонком кишечнике, недорасщепленным до аминокислот, неразобранным, а так всегда происходит определенный процент белков любых высокомолекулярных животных белков из животной пищи, в частности козина, тем более, проходит неразобранным и в кровь всасывается цельным. И вот тогда возникает реакция антигена-антитела, когда наши иммунные клетки, мобилизуясь, иммунная система, печатают фагоциты, макрофаги, лимфоциты и другие, которые поглощают, поедают эти высокомолекулярные белки, причем неважно, вирус, бактерии, грибок этот или белок, например, молока, козина, реакция будет одна и та же. Уничтожить чужеродный агент, попавший к нам в организм. Они уничтожают, два белка гниет, что образуется, трупный яд. Кадаверин, патрисцин, кстати, кадавер по-латыни труп, трупный яд образуется в организме. Но это первая проблема. А вторая, специфическая, последовательность аминокислотных звеньев в этой сложной белковой молекуле белка козина примерно одинаковая. Так уж природа или боги, кто как хочет, дай думать, шутку над нами сыграли, такую злую. Как и в наших островках Лангерганса, это участки поджелудочной железы, которые вырабатывают, синтезируют гормон инсулин, который проводит в клетку глюкозу, чтобы она усвоилась и участвовала в энергетических обменах. Почему сахарный диабет первого типа называется автоиммунным заболеванием? А потому что вот именно этот механизм и похожесть вот этих аминокислотных звеньев иммунная система порой не распознает, и начинается цепная реакция уничтожения своих же клеток, похожих на те, что наш организм уничтожал день назад, месяц назад, год назад. У кого как это включается, это уже другой вопрос. Но есть еще одна беда, которая возникает в результате закисляющего воздействия вот этого белка козина, и вообще любой белок высокомолекулярный, вообще азотистые основания, это азот, ну азотная кислота, вспомните, это сильный закислитель. А организм у нас существует в пределах реакции, называется норма реакции. Это предел, в которых существует данный признак. В данном случае я говорю о водородном показателе, ОПН. У нас кровь щелочная 7,43 в среднем, лимфатическая система, спинно-мозговая жидкость. Все среды нашего организма щелочные априори, просто по методу измерения это ясно. Кроме желудочного сока он кислый, на то есть определенные причины. Так вот, животные белки всегда страшные закислители. Требуется щелочь на реакцию для того, чтобы вот эти окислительно-восстановительные реакции привести в норму, в щелочную сторону. И вот тогда берется что? Из того же самого молока организма наш мудрый берется первым делом кальций. А кальций как раз вот к тому, это разговоры, что врачи, диетологи, многие говорят, очень полезно молоко, потому что там кальций, а кальций нужен детям, чтобы кости росли, так сказать, чтобы организм рос, и чтобы не было остеопороза. Как раз в тех странах, где исторически молочное животноводство развито более всего, в Швеции, Норвегии, Дании, самый высокий процент остеопороза среди населения. И это потому происходит, объясняю сейчас, что да, кальций в молоке много, но его всегда не хватит, если человек будет потреблять молоко и молочные продукты именно потому, что весь этот кальций, как щелочной металл, как щелочной элемент, уйдет на реакцию восстановления, то есть гашения излишней кислотности, которая возникла в результате потребления белка козина, который находится в том же молоке. Организм мудрый, он сразу возьмет из того же продукта. Но этого кальция не хватит в 3-4 раза. И поэтому остальные щелочные металлы, это может быть и натрий, магний, возьмутся из организма или из пищи, если человек, дай бог, что-то еще съел, что содержит эти элементы. Но современный человек мало ест живой растительной пищи, а в основном вареной, жареной или вот молочной и животной продукции, к сожалению. Антигены. Это чужеродные белки. Ведь белок, конечный, сложный белок, который синтезируется в каждой клетке нашего организма, кто хорошо учился в школе, должен помнить, что у нас есть такие органеллы, в каждой клетке рибосомы. Там происходит сборка белка, называется биосинтез белка. Поэтому нам, организму нашему, как любому животному, белки вообще не нужны. Нам нужны аминокислоты, потому что любой белок, какой бы мы ни съели животное, растительное, он должен, пройдя через пищеварительную систему, доразобраться до аминокислот, до составных кирпичиков. И потом уже эти аминокислоты всасываются в кровь, как должно быть. Проходят через кровь, там в печень идет, потому что 80% идет крови сразу из тонкого кишечка в печень, главная лаборатория наша. Она и строит белки, и синтезирует. Она разбирает белки. Кстати, существует круговорот белка, такая рециркуляция белка в организме за счет уникальных функций печени. Если она, конечно, здоровая, это другой вопрос. Антигенами становятся те белки, которые цельными попали в организм. Это может быть, еще раз говорю, вирус, да, попал, вот какой-нибудь герпес и прочее. Это может быть бактерии, грибки. И вот это белковые составляющие. Но белки специфические, которые чужеродны организму. Не наш организм их построил, да? И вот на них всегда есть реакция в свой чужой. Даже резус-фактор вспомните. У одного человека резус отличается. Положительный, отрицательный уже идет реакция разрушения крови, вплоть до смерти может привести, так сказать, если меры срочные не принять. Так вот, белки любые, чужеродные нашему организму, они вредны. И организм воспринимает иммунная система. Так уж природа устроила их, как чужеродные вредные агенты, которые надо уничтожить. И сразу вырабатываются антитела. Наши родные клетки, защитные иммунные системы, там, лейкоциты, проще, телимфоциты, которые начинают путем фагоцитоза, то есть пожирания, поглощать. Они находят эти белки в организме, уничтожают их, поедают. Если большое количество вот этих антигенов в виде белков попало в организм, то тогда организм в большом количестве вынужден вырабатывать вот эти клетки, защитные антитела к ним, к антигенам. Идет реакция уничтожения антителами антигенов. И в большом количестве в организме гниют вот эти белки погибшие. Образуется вот этот трупный яд, токсины, потрясыны, различные яды, которые потом частично выводятся из организма, частично откладываются в виде дегидрированных каловых камней в толстом кишечнике, забивая, кстати, складки вот этого кишечника толстого. И те самые сосочки лимфатические. А лимфа – это канализация нашего организма, это единственная возможность очистить, да, всё. Весь организм, начиная с межклеточного пространства до всего организма. Вот так вот всё начинается с межклеточного пространства, и часть лимфатической системы выходит и должна выводить свои яды, вот эти токсины, отработанные, да, продукты метаболизма в складки толстого кишечника, там через специальные сосочки. Но это у большинства людей не получается сделать, потому что там уже дегидрированные каловые камни забиты. Слизь, проросшие грибы мицелии, кандиды и так далее, вот на колоноскопии, это хорошо видно почти каждого первого человека. Потому что неправильный образ жизни, питание, главное, привело к тому, что не могут выводиться вот такое количество ядов из организма, и они накапливаются, и причём ещё накапливаются в любых полостях. Это и проблемы с лёгкими, это мокроты, это гной, который в организме в виде соплей выходит, так сказать, в виде накапливается в гайморовых пазухах и других, и так далее, и так далее. Значит, любые высокомолекулярные белки, вот эти антигены, приводят к тому, что постоянная вот эта борьба настолько ослабевает организм, настолько яды, которые в результате этой реакции образуются, травят, что постепенно клетки меняют при отделении к делению правильность процессов передачи наследственной информации, прочее, образуются в онкологические раковые клетки. То есть, грубо говоря, люди, которые потребляют мясо, молоко, творог, сыр, они, ну, практически неизбежно умрут от рака, если раньше только они не умрут от инсульта, инфаркта или других более быстрых вот этих вот процессов, которые неотвратимо приведут к смерти раньше, чем человек бы умер от конечной стадии нарушения вот деления клетки в результате воздействия вот этих антигенов. Очень хороший вопрос насчёт тяжёлых металлов. Во-первых, коровы пасутся, часто мы видим это на дорогах, около дорог, да, не то что в зоне видимости, а вот буквально там 10 метров, да, где машин поток, а это все тяжелые металлы, и свинец, и всё, всё это идёт в почву, в траву, и всё это воду, и коровы это едят и пьют, и, соответственно, в их организме накапливаются тяжелые металлы, человек это ест, пьёт в виде молока, это страшное дело. Плюс к тому, значит, хранят и переливают, как правило, в алюминиевые фляги, а это страшно вредно, потому что, например, рак мозга, болезнь Альцгеймера, у нас, ну, на процентов там 80-90, я имею в виду, по крайней мере, болезнь Альцгеймера, именно из-за вот этих ионов алюминия, которые накапливаются в головном мозге, и возникают очень серьёзные вот такие изменения, вплоть до онкологии. То есть, вот это очень вредно. Тяжёлые металлы в молоке в наше время, поскольку и материалы, применяемые для перевозки, не лучшие, это в лучшем случае нержавеющая сталь, но далеко не все это используют, да, хотя и нержавеющая сталь имеет ряд своих проблем, потому что в составе её есть другие металлы, которые очень вредны, которые всё-таки ионы которых выходят в жидкости и в молоко в частности. Всё зависит от концентрации, потому что, может быть, действительно, в одном литре там в десятки раз превышать норму определённую или, наоборот, быть ниже нормы, да, критической. Это всё зависит как раз от условий хранения, от долгого нахождения в алюминиевых флягах, если это есть, от температуры нахождения, чем выше температура, тем больше ионов металла выходит молоко, да, или если уж коровы пасутся в неблагоприятных экологических зонах, так это тогда такое молоко вовсе пить нельзя, но по большому счёту один-два раза в неделю это уже много для такого молока, слишком много. Простой человек никак это не поймёт и не померит, потому что это сложное лабораторное оборудование. Не все производства, далеко не все имеют это оборудование и не все, конечно, сдают. А потом, если сдают, то делают такие хитрости часто, когда, например, корова стада, оно пасётся далеко от дорог, берут оттуда замеры, а они знают, откуда уже где, да, показать, в лабораториях или проверяющей инстанции, а на самом деле могут взять откуда угодно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok